Микс Ньюс Добрый день, председатель подкомиссии Сейма по здравоохранению, Виталий Орлов у нас в студии. Добрый день. Добрый вечер. Добрый вечер уже, да. Сегодня было бурное заседание парламента. Я знаю, совсем недавно вы буквально бежали в эфир, чтобы спеть. Совсем недавно закончил заседание Сейма. Большие события происходят сейчас в Рижской Думе. Если останется время, несколько слов и о них скажем. Но сейчас, наверное, поговорим о той ситуации, которая сложилась вокруг Арст-Рискофонс, потому что на самом деле эта организация очень важна, но они, я уверен, большинство радиослушателей не слышали. Ну, по-русски, наверное, это можно перевести как фонд, не знаю, врачебного риска. Да, я думаю, что так действительно переводится. Я так понимаю, что поводом к анализу работы этой организации послужила ревизия госконтроля. Давайте обо всем по порядку, что это за организация и почему она нас тоже должна волновать. Да, и еще раз добрый вечер. Большое спасибо за то, что пригласили на эфир. И именно заключение госконтроля о том, как работает фонд врачебных ошибок указывало за то, что, к сожалению, жители Латвии не знают о том, что такой фонд существует. И поэтому, я думаю, мы сегодня поговорим не только о том, как работал фонд и что нашел госконтролер в работе фонда, но и о том, что это такое и для чего он нужен. Если исторически, то в 2013 году, чтобы, скажем так, защитить врача от возможной ошибки и одновременно компенсировать пациенту результат этой врачебной ошибки, было изменение в законе о врачебном деле и был организован астроискофонд, фонд врачебных ошибок. Где каждый врач, который легально работает в Латвии, будь то пациент, будь то стоматолог, будь то работник муниципальной, частной клиники или государственной, за каждого врача платится определенная сумма, которая накапливается. И в случае, если врач совершил ошибку, а врачи совершают ошибку, и я думаю, что они это делают неосознанно, но это, как правило, наверное, стечение обстоятельств в большинстве своих случаев, когда эта ошибка приводит к каким-то последствиям для здоровья пациента, то сам пациент или родственники могут обратиться в инспекцию по здоровью, которая принимает эту жалобу, рассматривает ее, и в случае, если есть последствия, то есть потеряна, в результате ошибки потеряна бодоспособность, необходимо было дополнительное лечение, потребующее за рубежом или еще где-то, то тогда заставляются определенные документы, есть заявка на домашней страничке, оформляется, и по заключению службы здоровья, национальный службы здоровья выплачивает компенсацию. Могу сказать, что за это время, значит, 1913 года, служба госздоровья выплатила порядка 4,5 миллионов евро пациентам, которые пострадали от врачебных ошибок. Это говорит только о том, что если ошибка все-таки была, то, как правило, она довольно-таки дорого обходится на государству, и если мы говорим о количестве вообще этих ошибок, то, наверное, из каждых 10 заявлений, которые оформляются в виде жалобы на возмещение компенсации, каждое десятое принимается к рассмотрению, и за это время было порядка 700 заявлений, на основе которых были выплачены компенсации. То есть, это, кстати, вы сразу опровергли, может быть, такой миф, не миф, такое представление многих, не знаю, людей, которые считают, что все равно всегда комиссия встает на сторону врача и не признает ошибку. Хотя все мы люди, всем сложно ошибаться. Безусловно. Безусловно, конечно же, наверное, как в любой профессии есть так называемая корпоративная солидарность. Но поймите, если ошибка совершена, она совершена, и ее видят и коллеги. И скрыть очевидное – это практически невозможно. И при том, чтобы, так как работу врачей оценивают их же коллеги, которые в других больницах, и чтобы можно было пригласить специалиста извне, мы поменяли закон и разрешили 5% от этого накопления, которое собирается от врачей, использовать на консультации независимых экспертов. Это могут быть и зарубежные. Это зарубежные, да. Это еще больше укрепляет эту систему, когда… И убирает, ну не то, что убирает, а может быть убирает эти сомнения о том, что врач врача будет покрывать, да. И при том, что все-таки мы понимаем, что уже много материала переведено в электронные носители, где нельзя вырвать страничку из истории болезни, нельзя что-то затереть. То есть это уже хранится, это дублируется. Я знаю, что восточная больница, они содержат специальные людей, которые дубликаты и стадии на это переходят. Поэтому с каждым годом все меньше и меньше становится возможности, скажем так, что-то подправить, что-то подделать. И все-таки если врач ошибся и это было доказано, то есть механизмы для того, чтобы можно было частично компенсировать, скажем так, те потери здоровья или затраты, связанные с другими операциями для восстановления здоровья. Есть возможности для того, чтобы их можно было вернуть, свои деньги потраченные на реабилитацию или на что-то еще. Поэтому хочу сказать, знайте, что эта возможность есть, что ко мне часто обращаются как к врачу, депутату, жалуются на врачей и говорят, что вот врачи там, допустим, плохо смотрят или что-то делают. И я подсказываю именно пути, на что нужно обратить внимание. Это жалоба, куда она адресуется и дальнейшие эти шаги, которые позволят. Потому что быть тем человеком, который будет судить других врачей я не могу, я не являюсь врачом каким-то экспертом. Но подсказать пути, как и куда обратиться, безусловно, это могу и знаю. И хочу это и донести до вас, что такие механизмы есть. И если вы недовольны лечением своего врача, то обращайтесь в инспекцию по здоровью, пишите туда заявление. Описывайте не эмоционально, а старайтесь сухо, но конкретно, чем вы недовольны и каким образом это выражалось. И дальше это самое, если инспекция примет это и посчитает, что действительно были нарушения, то тогда будет дан ход вашему делу. Безусловно, вопрос, есть ли юристы, которые этими делами занимаются. Юристов не так много, по-моему, я знаю, кто в судах, условно говоря, миликал, это один-два человека, которых вот так вот, на слуху, которые есть. И одновременно в больших больницах есть омбудсмены, это общественные организации, которые представляют пациентов. К ним тоже можно обращаться в случае, если вы недовольны качеством лечения. Но поймите, ваше недовольство не значит, что врач ошибся или это делал преднамеренно. Это может быть ваше восприятие неправильности лечения. И, безусловно, окончательное слово будет за врачами-экспертами. Да, вот все-таки так, чтобы, может быть, эту тему закончить, я вижу, что и звонки есть. Все-таки, вот по вашему опыту, когда, не знаю, там, или сами пациенты, или родственники, вот, ну, им все-таки следует задуматься о том, что, может быть, стоит обратиться в этот фронт. Потому что, когда ошибка, ну, не дай бог, очевидная, и результат совершенно печальная, это одна история. Но бывают ситуации, ну, когда сразу медику даже тяжело определить. Да, есть на лицо ухудшение ситуации пациента. Но оно может возникнуть и не вследствие ошибки, да. Но не всегда человек, который, не будучи медиком, может четко осознать. Да, конечно, здесь вопрос такой очень, и я могу сказать, что даже и врачи не всегда знают. Это потому что, когда там мне звонят и начинают рассказывать историю, как там вот с его родственником обходились, да. Я, с одной стороны, я понимаю, что есть, скажем, какая-то эмоциональная составляющая этого обращения. Но по рассказу не могу определить, вот что врач действительно, скажем так, ошибался или не делал. Допустим, ну, возьмем приемное отделение, привезет ребенка с болью в животе, да. Мы знаем, что это, как правило, очень резко развивается аппендицит. Есть четкие критерии. Допустим, берется лейкоциты. Абрик, вы тоже коллега, это самое мой, да. Если лейкоцитоз большой, боли в животе есть, то вероятность аппендицита есть. И там нужно операцию делать сразу же, потому что он может разорваться. И для детей характерен перитонит. Поэтому, безусловно, есть так называемые варлынии. То есть это основные положения, по которым врачи должны действовать в каждое... Все прописано, да. Прописано, многое прописано. Не все, но прописано много. Поэтому, если врач соблюдал это, то и состояние пациента все равно тяжелое, то это значит, врачи делали все возможное. Но если, как я сказал, этот пример, ребенок, привезли ребенка, взяли анализ, не брали, и он лежал в приемнике там несколько часов, а к нему даже не взяли анализ крови, Ну, тогда, безусловно, это налицо, то, что приемный врач в приемном отделении не дал задание медсестре или сам не сделал то, что ему необходимо было сделать. Может ли причиной подачи, не знаю, такого иска или вообще жалобы послужить? Ну, мы знаем, что особенно в провинции, ну, есть нехватка специалистов налицо. Мы даже знаем, что, ну, это, может быть, там, семейные врачи не всегда с неотложной помощью связаны. Но, тем не менее, там, по-моему, в Сабеларе, где семейный врач ей было за 70, она ушла на пенсию, и больше вообще нет семейного врача. Вот что с этим делать? Я так понимаю, что и вы все именно комиссии и на подкомиссии обсуждаете вот этот дефицит определенных специалистов. Ну, вот если мы говорим об этом случае в Сабеларе, когда семейный врач ушел, то я знаю, что в Риге стоят очереди. То есть, молодые люди, которые закончили по профессии семейный врач, они не хотят уезжать. И ждут, когда освободится место в Риге. Понятно, что, наверное, удобнее театры, концерты, да, но здесь все-таки мне так кажется, что люди, которые шли в профессию врача, для них все-таки немножко должно первично быть немножко другое. Если они стали семейными врачами, то, поверьте мне, это оплачивается со стороны государства неплохо, достойно. А то, что не хочет ехать на село, ну вот здесь, конечно, тогда вопрос, а как ты собираешься работать, где ты собираешься видеть те случаи, которые ты не увидишь никогда, работая, скажем так, в Риге. Потому что, во-первых, там будет намного больше этот самый контингент, как правило, больше, чем 2000 будет переписанных пациентов. То есть, здесь плюс, насколько самоуправление, которое ждет этого семейного врача, готово пойти врачу навстречу и, допустим, предоставить ему жилье, дать возможность, скажем так, служебную машину, чтобы он мог добираться, да, если у него нету своей. То есть, вопрос ответственности не только самого врача перед пациентами и перед профессией, которую он избрал, но и тех, так называемых, государственных мужей, которые находятся в данной территории и понимают, что, согласно закону о самоуправлениях, они тоже являются сопричастными и соответственными за медицинское обслуживание на данной территории. Бывали о том, что, ну, есть, так сказать, пациент, кто для кого, что называется, да. Сейчас ситуация меняется или только в риторике? Вот как вам кажется? Ну, я думаю, что и нынешние министры, и все предыдущие министры, они, когда приходили, я с этим очень согласен, что поменять ситуацию одномоментно практически невозможно, да. Это система довольно-таки, скажем так, большая, она довольно киркосная, и ее необходимо постоянно улучшать, постоянно изменять. Но одномоментно почувствовать улучшение, даже если, как я уже не раз это говорил, что если мы дадим 1 миллиард дополнительно здравоохранению, да, то все равно очереди на операцию не будут, потому что уже нету врачей, нету медсестер, нету анестологических сестер, да, которые могли бы в операционной делать операции людям, которые стоят в очереди. Поэтому эта проблема, она комплексная, но если говорить о том, что хочет министерство и что хотят депутаты, то всегда мы работали в так называемой связке. Это комиссия и это было министерство, что берем благосостояние министерства, что берем министерство здравоохранения. В нынешней ситуации, это, по-моему, впервые на моей памяти, когда министр здравоохранения очень активная, она работает на своем уровне, на уровне министерства. А вот парламентарии, которые работают в комиссии, я говорю от позиции, да, они, к сожалению, пришли впервые избранные в парламент, они пришли с определенными идеями, но у них нету, они не знают, как решать. То есть они пришли на фоне, что все плохо, что нужно делать то-то, на фоне лозунгов. А каким образом что-то поменять, они, к сожалению, это не знают. И это выражается следующим образом, когда, допустим, я подаю поправку уменьшить налог на добавленную стоимость на медикаменты до 5%, это тот НДС, который есть в Литве, и это уменьшит на 7% цену на медикамент, то в ответ никакой аргументации, а просто вступает машина для голосования, которая говорит, ну давайте голосовать. И на мой вопрос, скажите, почему нет, если это предложение поддерживает ассоциация, поддерживает Министерство здравоохранения, поддерживают врачи, вы скажите, почему нет, а если почему нет в следующем году, то когда мы к этому придем? Ответа тоже нет. Нет, да, и вот это самое страшное, что есть, это то, что, к сожалению, сейчас те, кто, большинство, которое пришло к власти, так называемая позиция, она не может предложить пути решения ни в системе благосостояния, ни в системе здравоохранения. Я говорю о депутатах, я не говорю о министре здравоохранения. Об этом мы еще поговорим и о министре, может быть, во второй части. Единственное, что вот возвращаясь к сегодняшнему заседанию парламента, хоть какой-то приятный момент, я понимаю, что только в начале пути, но все-таки, по крайней мере, законопроект, вот согласие, которое вы выдвинули о повышении пособия чернобыльцам, хотя бы передали на комиссию, хоть сразу не отбросили. А ведь вы посмотрите, на кого они отправили, они отправили это в бюджетную комиссию? Да. То есть это впервые, а не впервые, это уже в этом парламенте, это уже в который раз, когда профильной... Социальной комиссии. Социальной комиссии законопроект, который был всегда у нас, должен был быть, потому что мы можем профессионально говорить, мы знаем, мы смотрим на эту проблему не только с точки зрения увеличения пособия, мы смотрим на медицинскую, социальную часть, инвалидов, где они живут, что нужно еще улучшить чернобыльцам этот центр в Старке, который есть, каким образом ему помочь. То есть мы, рассматривая закон, мы всегда смотрим его со всех сторон. Бюджетная комиссия, к сожалению, будет смотреть просто фискальную часть. Нужно столько-то денег, можем или не можем, а если не можем, дадим когда. Мы всегда смотрим законопроект, смотрели, смотрели его с разных сторон, и это, с одной стороны, да, я удовлетворен то, что он был поддержан и передан, но в какую комиссию он попал и что его ждет в этой комиссии, мы будем бороться в этой комиссии, будем приходить на заседание комиссии по бюджетам, когда он будет в повестке дня, будем с коллегой Кремендием Кришинсом и другими членами социальной комиссии, которые поддержат этот подход для чернобыльцев. А я его напомню, мы его привязываем к минимальному пособию двойному. Совсем не такие большие деньги. Небольшие деньги, то есть, вместо нынешних 100, люди будут получать 132, да, то есть, 32 евро, и с увеличением, скажем так, пособия, это будет автоматически увеличиваться и чернобыльцев. Во-первых, этих людей становится, скажем так, все меньше, и я согласен сегодня с коллегой Кришинсом, который презентовал этот законопроект, который сказал, что, может быть, мы в зале сидим здесь только потому, что эти люди тогда пожертвовались своим здоровьем, боясь скупнейшей термогенной аварии, которая была на территории Европы и бывшего Советского Союза. Виталий Рофф на студии, депутат Сейма от Факции Согласия. Приверемся ненадолго, новости реклама, не переключайтесь. Еще раз добрый день, уважаемые радиослушатели. Виталий Рофф на студии, депутат Сейма, который возглавляет под комиссию по здравоохранению, долгие годы работает и в такой профильной комиссии по социальным делам. Мы говорили больше о делах депутатских, но вот мы знаем, что есть министр здоровья госпожа Винковая, есть новый министр благосостояния, и пока мы каких-то инициатив от них таких вот важных для населения не увидели. Но госпожа Винкова говорит о том, что вот эта старая реформа, которая еще не вступила в жизнь, нам не нужна, будет какая-то новая, какие-то платежи будет, а вы вообще увидели какие-то интересные инициативы от двух министров? Нет, нет, нет. И хочу сказать, что за это время, с момента сформирования правительства и до сегодняшнего дня, в комиссии не было подано ни одного законопроекта, который бы разработала бы позиция на основании своих предвыборных обещаний, которые бы улучшили положение пенсионеров, детей, то есть вот тех людей, которые, скажем так, над интересными чьих мы бдим, работая в комиссии. И это очень печально, печально в том плане, что у нас ведь есть наработки, есть наработки, которые предыдущий парламент, комиссия оставила, это увеличение пенсий на 20 евро всем пенсионерам, по определенной, скажем так, методике, которые требуют 7,7 миллионов и на которые согласен министр финансов. Но вы представляете ситуацию, которая сложилась в данный момент? Это то, что, учитывая, что это предложение было разработано нами, поддержано было в предыдущем парламенте и требует определенных денег, то нынешние депутаты оппозиции считают, что его принятие, скажем так, даст очки оппозиции, потому что мы будем в этом говорить, и покажет их с негативной стороны, потому что они со своими идеями не пришли. Мы никогда не были в этом плане скупыми и всегда говорили, что давайте этот законопроект двигаем от всей комиссии социальной. Если есть согласие министра финансов выделить деньги на следующий год и потом найти в последующие годы, то тогда, как это было в предыдущие парламенты, двигаем это как комиссионное предложение, и потом отправляем его, если надо, и говорим о том, что достигла комиссия. А, к сожалению, представители новой консернативной партии, те, у которых есть свои обещания три раза по пятьсот, да, они, наверное, пытаются собрать деньги на реализацию своих этих вот обещаний, и, соответственно, любое другое, которое подается со стороны или депутатами от оппозиции, то считается, что их поддерживать ни в коем случае нельзя, что никогда не было характерно для работы нашей комиссии, потому что в предыдущие годы Айя Батя всегда говорила, что те, кто работает в социальной комиссии, они оставляют свою партийную принадлежность за пределами этой комиссии, потому что мы работаем на благо всех пенсионеров, всех детей, всех инвалидов, всех больных страны. И политическую принадлежность здесь нужно забыть, здесь вопрос, мы можем улучшить жизнь жителей Латвии или нет. И я хочу посмотреть, что, когда пойдет год работы парламента, чем будут хвалиться депутаты, которые хулили предыдущее правительство и предыдущих депутатов, что они ничего не делали или ничего не делают, и что они покажут плоды своей работы. И мы говорим, берите наработки, и возьмите снижение ПВР на медикаментность, возьмите увеличение пенсии. Вы считаете, что нужно что-то доработать, давайте его доработаем. Но давайте внедрять, потому что это вопрос касается, если мы говорим о пенсионерах, это 115 тысяч пенсионеров получили бы прибавку. А аргумент знаете какой против? Потому что пенсионер Владгали, получив такую прибавку, потеряет статус малообеспеченного. И тогда он лишится тех льгот, которые представляет самоуправление. На нашем, тогда есть аргумент, тогда пусть пенсионер не берет эту добавку, да, и он останется в том состоянии, когда ему самоуправление будет помогать. Но большинство, это, я думаю, 1114, получит эти 20 евро, получили бы эти 20 евро к пенсии. Что, мне кажется, что немало. Безусловно, необлагаемый минимум, который должен быть, это самое повышенное. Все это другие механизмы, да, тоже находите, показывайте, будем это поддерживать. Но предлагайте что-то, да, а не говорите, что уже прошло, там, 8 месяцев, работы очевидимой нет, улучшения нет, но вы продолжаете говорить о том, как плохо в Рижской думе, да, и как плохо работало предыдущее оппозиство, возглавляемое зелеными крестьянами. Да, 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 сами ничего не делайте. А можно ли сказать, что сейчас вот эта машина для голосования работает в полной мере, я почему спрашиваю, но те, кто следят за политикой, в курсе, что, допустим, КПВ, ЛВ продолжается такой длительный процесс полураспада, да, так сказать, там депутаты уходят сами, кого-то исключили, руководитель фракции под следствием. Вот что происходит? Она, ситуация в парламенте, мне кажется, что ухудшилась, ухудшилась с точки зрения даже еще в чем пошло в парламенте. Да, соблюдение, соблюдение законов, по которым живет парламент, это Саймон Скарте Бессоулес, да, в которой четко прописана работа комиссий, как принимаются законопроекты, как происходит голосование, как снимается законопроект. Вот сегодня, допустим, мы узнали, что снят законопроект, который комиссия по социальным и трудовым отношениям внесла в повестку дня. И сегодня УГЛИ-комиссия единогласно подписала решение об его отзыве с повестки дня. И на наш вопрос, почему найдена была неточность, но есть механизмы, как это сделать. То есть, предкомиссия собирает пяти депутатов из комиссии, пишет заявление, мы подписываем и снимается. Не может один человек снять законопроект, даже если у тебя есть комиссия. То есть, это на лицо нарушение тех законов, по которым мы живем. Это такой вот пример, чтобы дисслужбинцы понимали, что это все происходит по всему периметру. То есть, сегодня была попытка, может ли выступать депутат, который публично выступал против закона, выступать якобы за закон. Да, то есть, давайте проголосуем, можем ли мы дать этому депутату возможность выступить за. То есть, на что сказали, что, извините, человек записался, подался первым, и он может выступать за. Другое дело, что есть такой кодекс депутатской этики, который четко тоже говорит о том, что нельзя вводить заблуждение. Ну, тогда это можно отдельно рассмотреть. Оддельно рассмотреть, да. Но мы не имеем права решать, может ли человек выступать, или нельзя. Путем голосования всех, той машины большинства, о которой вы говорили. Да, то есть, тогда следующий этап скажет, слушайте, а давайте вообще проголосуем, чтобы оппозиции слова не давать. Не дать слова, да. Зачем они? Их мнение все равно неправильно. В наше время дорого, посчитать, сколько стоит заработать депутат. Да, и оппозиции выступать не надо. Не нужно, мы будем говорить, мы будем доносить людям, что мы хотим, а им слово давать нельзя, потому что мы так решили. Да. Вот, кстати, по поводу того, как мы решили, вот вы работаете в комиссии по мандатам и этике, теперь не председатель этой комиссии, но вот инициатива, которая, естественно, нашумевшая, я думаю, что еще шума будет много по ее поводу, вот эта провокация по поводу сноса. Памятника, что вы вообще думаете? Потому что, я так понимаю, что правящее большинство решило продлить дебаты по этому вопросу, да? Да, действительно, если в 2016 году подобную инициативу удалось, скажем так, и в комиссии принять решение негативное, и потом бы также проголосовал парламент, то сейчас это, учитывая, что в комиссии этот вопрос сможет находиться не более трех месяцев, комиссия решила, что передать этот вопрос на осмотрение комиссии по иностранным делам. Я не понимаю, что произошло за два года. МИД, МИДом руководит тот же самый человек. Позиция МИДа не поменялась. Она говорит, что она планирует выполнение закона, подписанного договоренности, подписанной с российской стороной. Большинство членов комиссии, хочу сказать радиослушателям, оно выступило против сноса, потому что бьет название, потому что инициатива пришла под таким названием, и мы не можем ее менять, и мы должны везде ее цитировать, название это. Естественно, любой человек, который услышал название, первую ассоциацию, у него хотят снести. Хочу раздельствовать вам сказать, что кроме представителей национального объединения, я не слышал от выступающих, что они хотели бы, чтобы этот памятник был снесен. Были разные идеи, поставить плакаты, объясняющие это самое, на самом памятнике поменять название, поменять название памятнику, не памятник по освободителям, а придумать к нему другое название. То есть идеи предлагались разные, но о сносе, как таково, вообще не шел разговор, и большинство депутатов были против этого. И тогда, учитывая, что часть депутатов все-таки боится показаться своему электорату, скажем так, слабые, что они не слабые, они поддержали, действительно, что передача в другой комиссии, где, не говорив сроки, комиссия будет думать, смотреть, но мы уже видели, что в прошлом заседании комиссии попытка создания рабочей группы, которой бы руководил депутат Домброва, она провалилась, этого рабочая группа никак не будет создана. Ну и посмотрим, как будет депутат Колс, который идет к этой комиссии, как он будет выходить из ситуации, что он будет рассказывать, и каких экспертов будет приглашать, и что они будут вообще-то самообсуждать. Да, но есть вообще какая-то опасность, что может быть принято такое провокационное решение? Я так понимаю, что МИД в Латвии пока держится и говорит о том, что вот такие решения приниматься не будут. Ну, как-то мне бы не хотелось бы в эфире столь уважаемого радиоболтком допускать даже такую эту самую. Самое вот, на мой взгляд, самое страшное, что может быть, это если кто-то попытается вот эти идеи, сумасшедшие идеи о переименовании памятника или там в подвальных помещениях, которые есть под памятником, организовать филиалы музея оккупации. Вот какие-то вот такие вот были от отдельных людей бредовые идеи. Это вот... Мне кажется, что лучшее высказывание господина Турлеса о том, что... И полностью с ним согласен, что время, мне казалось, что время этих вандалов и варваров, которые борются с памятниками, уже прошло. Оказывается, нет. У кого-то в голове боязнь и борьба с памятниками являются первостепенной причиной, которую необходимо... То есть, последнее, что нужно сделать в Латвии, чтобы Латвия была счастлива, потому что вот этот памятник... А все остальное счастье, как говорится, каким-то образом против. Да. Вот еще, может быть, такой вопрос, который я хотел задать. Есть такое ощущение, вот у вас, вы все-таки опытный депутат, что парламент, не знаю, от парламента к парламенту, он все становится более, ну, национал-консервативным, так мы это скажем, потому что какие-то идеи воспринимают, ну, такие, не знаю, социал-демократические, либеральные, называйте, как хотите, европейские, они тут же в штыки воспринимаются, тут же отвергаются, но вот сегодняшняя история и с реституцией еврейской собственности какой-то вызвал всплеск ксенофобии даже, мы видим, прямо с трибуны парламента, да, вот действительно такая ситуация, атмосфера становится более радикальной, да? Ну, мы являемся страной Евросоюза, и мы видим, что те процессы, которые были связаны с беженцами, они, по-моему, немножко повернули всю Европу, и особенно Европу новую, да, потому что если старая Европа, я говорю о Германии и Франции, она, они, у них, наверное, есть механизмы, каким образом они могут беженцев, а, во-первых, принять, потом, б, адаптировать и интегрировать, да, и для, ни для Франции, ни для Германии человек с другой национальности уже не является каким-то чужеродным, да, элементом. Для новой Европы, которой является и Латвия, это вопрос очень щепетильный, и мне кажется, что проблемы с беженцами, они поменяли всю новую Европу, и эти вот, то, о чем вы сказали, эти сенофобские, радикальные, националистические, они, и в этих странах мы видим, что набирают, эти партии набирают вес, и я думаю, что если будет ухудшаться образование, если будут пропагандироваться идеи, что вина, мы плохо живем только потому, что рядом живет человек, который более успешен, потому что больше трудится, но у него другая национальность или другой цвет кожи, и, соответственно, он источник бед моих, то тогда Латвию, наверное, ждут не самые лучшие времена, на что не хочется, о чем не хочется думать, но, к сожалению, я вижу действительно, что, скажем так, национальный крен такой определенный есть, и он, и в голосовании на выборах ощутим, и по риторике, и по высказаниям, то, о чем, скажем так, раньше они боялись даже говорить, наверное, сейчас говорят и выдают это как мнение народа, что, на мой взгляд, ни в коей мере никогда не может быть мнением народа Латвии, который всегда был многонациональным и интернациональным. Вот такой последний вопрос в свете актуальности, и я знаю, что вы все-таки по большей части не рижанин, но, тем не менее, следите за ситуацией в столице. Мы уже сообщали только что, что не выдержал мэр Риги от голосования с доверием. Как вам кажется, согласие готово идти на досрочные выборы, если такая необходимость возникнет? Я думаю, что для согласия это было бы самое правильное идти на досрочные выборы. Обратиться к избирателям. Обратиться к избирателям, да, во-первых, чтобы избиратель оценил, как отработали депутаты рижские этот период. Это всегда нужно из любой ситуации пытаться взять лучше. Во-первых, те, кто, может быть, немножко оторвался от людей, они услышат людей, они узнают, что о них думают, что думают об их работе, о их, скажем так, поведении. И учитывая, что это будут не очередные выборы, я вообще думаю, что следующему списку согласия нужно было бы идти очень измененному, с новыми лицами, которые, безусловно, есть, мы их прекрасно всех знаем, это люди, которые, рижане, которые очень популярны, но их нету среди депутатов, которые могли бы, скажем так, во-первых, немножко влить свежую кровь в рижскую фракцию, и со своими идеями, и, может быть, каким-то, скажем так, со своим нестандартным подходом к каким-то решениям вопросов наболевших, могли бы дать какую-то вот новую струю в работе фракции согласия. Я думаю, что надо идти было бы отдельно от гос. Скалпот-Рига, это мое личное мнение. Самостоятельно? Самостоятельно, да. Не потому, что большое уважение к коллегам, которых я знаю очень многих, а просто мне кажется, что и год Скалпот-Рига уже стал настолько большой, и по количеству депутатов, и по поддержке в Риге, что они сами могут это самое, и здесь нужно просто, чтобы прошли отдельными списками те, кто сейчас составляет коалицию, составляли, и посмотреть, насколько есть доверие к людям, и дать возможность избирателю в каждом списке, условно говоря, оценить работу депутатов, что одного, что другого списка. Виталий Анов у нас был в студии, депутат Сейма от фракции Согласия. Большое спасибо.